Хабаровские хоккеисты приступили к предсезонной подготовке, а футболисты уже сыграли первый матч. Профессиональные спортивные клубы региона обсудили планы на новый сезон во время встречи с губернатором. О ближайших планах и спортивных достижениях в репортаже Ульяны Крымаренко. Новый спортивный сезон раньше всех начался для футболистов СКА Хабаровска. С 16 июля команда сыграла первый матч. Чемпионат открыли победой над командой «Шинник». Но задачи перед клубом поставлены более амбициозные – выйти в российскую премьер-лигу. Первый сезон устоялся, команда собрана. Второй сезон надо уже результат показывать. Будем следить, поддерживать. И задача та же – премьер-лига. А вот болельщики этого ждут. А вот болельщики Амура ждут свою команду в плей-офф. Прошлый сезон «Тигры» завершили в шаге от этой цели. Теперь будут наверстывать в новом сезоне. Команда практически сформирована. Окончательный состав утвердят после предсезонной подготовки. Новый тренерский штаб приступил к работе. Сезон КХЛ стартует 2 сентября. Наша задача на этом сезоне – это выйти во второй раунд плей-офф. Ну а глобальную цель мы, конечно, помним. Она нам очень хорошо известна. Это Кубок Гагарина в 2026 году. Очень хороший вы календарь. Сверстали вместе с КХЛ. Он впервые настолько комфортный. Да, Александр Александрович? Амуру побеждать и радовать болельщиков. Вот и все задачи. А к перерыву быть в тройке на востоке. Хабаровский клуб «Сканнефтяник» – самый титулованный в регионе. В прошлом сезоне хоккеисты трижды стали чемпионами. Сейчас от команды ждут только одного – эти титулы удержать. А также подтянуть и другие команды клуба. В сезоне 2022-2023 годов была большая проблема. Команда высшей лиги заняла последнее место. Поэтому было принято решение переформировать полностью команду и начать воспитание молодых наших игроков, которые можно потом будет перевести в команду Суперлиги. На вершину зайти сложно, а удержать еще сложнее. Поэтому вам успех. Всей команде прошу передать от меня слава поддержке. Буду ходить, поддерживать лично. К новому сезону спортивные клубы также подготовили традиционные сюрпризы для болельщиков – обновленную атрибутику. Ее представят ближе к началу игр. Ульяна Крамаренко, телеканал «Губерния».